Вы знаете, так классно. Сейчас весна, и именно тот период, когда именно холода прошли, скорее всего, больше уже не будет мороза. Я испытываю такую прям счастье и эйфорию от того, что потеплело. Просто обожаю этот момент. Весна – это круто. Приветствую! Сегодня у нас снова вопрос-ответ. Сегодня разберем несколько вопросов, и я вам напоминаю, что вы можете присылать свои вопросы мне в комментарии, либо в директ в инстаграм, и потом мы их разберем в последующих видео. Хочу предупредить, у меня сегодня штатив, и он качается, поэтому не обращайте внимания на некие движения камерой. Итак, начнем. Первый вопрос. Что делать, если я подал исковое заявление и указал в цене иска размер госпошлины? То есть, как я понимаю, вы составили исковое заявление и написали вместо цены иска, то есть суммы, которую вы хотите у ответчика затребовать, вы написали размер госпошлины. В этом случае лучше всего подождать. Если суд примет исковое заявление ваше, то хорошо. Если нет, то он сам на это укажет, и вы исправите недочет и подадите его снова. Либо, если вы прям очень педантичный, вы можете сразу написать уточненное исковое заявление, где уже правильно оформите его. Следующий вопрос. Не проживая с мужем с конца 2020 года, недавно подала на развод. В это время муж продал или подарил общий автомобиль. Будет ли сделка считаться недействительной, и как будет делиться этот автомобиль при разделе имущества? Если в суде при разводе, при разделе имущества выяснится, что ваш супруг без вашего разрешения произвел отчуждение автомобиля и потратил его не на нужды семьи, то в этом случае сумма этого автомобиля будет учитываться при разделе имущества. То есть суд затребует с вашего супруга в пользу вас половину стоимости этого автомобиля. Но опять же повторюсь, при условии, что денежные средства с продажи этого автомобиля не были потрачены на нужды семьи, если он в суде докажет, что все же потратил их на семейные какие-то нужды, тогда это имущество не будет включаться в раздел и будет делиться только то, что на момент судебного спора будет по факту иметься у вас. Владение, пользование, распоряжение общим имуществом, оно осуществляется с согласием обоих. Но существуют разные виды имущества. Где-то предусмотрено согласие супруга, где-то нотариальное согласие надо оформить, а есть сделки, где такое согласие не требуется. Например, при продаже автомобиля ГИБДД не требует из перечня документов согласия супруга. Из-за этого могут возникнуть такие нюансы. Дело в том, что распоряжение общим имуществом считается, что производится с согласием обоих. И действие одного супруга, то есть его намерение продать, считается, что было обоюдным. В случае, если у вас произошло такое отчуждение, вы можете признать сделку недействительной. Если докажете, что приобретатель знал или должен был знать, что вы были не согласны на эту сделку, но все равно ее совершил. Вот такая ситуация. Следующий вопрос. Можно ли оплатить страховые взносы за сотрудников раньше выплаты заработной платы, то есть за месяц оплатить в конце этого же месяца в целях уменьшения налога? Да, можно оплатить. Налоговый кодекс гласит, что оплатить можно не позднее 15 числа следующего календарного месяца. То есть позднее нельзя, раньше можно. Вот так коротко. Может ли учитель записать на диктофон урок? Ну, во-первых, напоминаю, что мы можем собирать информацию любым законным способом. Учитель может записать урок, так как он не относится к сведениям, составляющим государственную тайну. Но перед тем, как он включит аудиозапись, он должен об этом предупредить. То есть он предупреждает, что ведет аудиозапись. Если он не предупреждает, это уже будет нарушением федерального закона о персональных данных. Ну вот такие вопросы мы сегодня разобрали. Присылайте новые вопросы, буду рада на них ответить. И напоминаю, что подписывайтесь на меня, чтобы не пропустить следующие видео. На этом все. Пока.